Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Последнее губное занятие. На тебя произвело впечатление, в том, как мы работали? Произвело впечатление. На меня тоже. Интересно было. Многие вещи оказались неожиданными. Во-первых, неожиданными. Для меня было неожиданным, что Александра приехала. Беларусь. И то, что у нас оказалось два человека для работы. Мы планировали работу с одним. А тут как получилось, и как раз очень даже интересно именно два человека. Да. Интересно было плюс мужчина и женщина отслеживать реакции. Ты знаешь, вот когда-то, когда был клуб по гипнозу, все, что касалось реакции, там, Олег Гребенюк тогда очень плотно на них сидел. И я даже как-то не сильно заморачивалась ими. Это было его поприще. И вот сейчас, когда сама уже смотрела, как меняются лица, как реагирует тело, как идет дыхание, подергивание, вздрагивание, вот эти переходы с одной стороны, да, с другой стороны твоя настройка, когда ты просто изнутри чувствуешь и видишь, когда человек переходит конкретно в состоянии через сон, в просыпание, вот эти все моменты были интересны. Мы даже на них никогда не акцентировали внимание. И прямо во время клуба стало очевидным, что какую-то систему реакций расписать единую для всех можно, но это будет как гипнозе таблица каткова, то есть ее зеркальное отражение в зависимости от глубины. То есть есть очень глубокие состояния, там будут одни реакции. И есть, вот как мы работаем, тоже погружение, тоже просыпание, но уже натренирован, и идут более, кажется, поверхностные состояния, и кажется, что это вообще, наверное, от ума, или ты вообще не в состоянии. Но при этом у тебя же доступ к информации не рвется. То есть получается, как таблица каткова, но отраженная с другой стороны, вот как в зеркале. И удивительно, и вдруг пришло осознавание, что девочки, вы затеяли клуб и думали, что вы там поработаете три месяца, четыре и наработаете, и у вас будет наработка по физиологии. Так вот, нифига, минимум 300 человек надо пропустить через жернова, для того, чтобы хотя бы приблизительно что-то начало оформляться. Минимум 300 человек. Вот у меня это как порог прозвенел, как звоночек, и я понимаю, Наташа, Ирина, пахать вам не перепахать. Поэтому это будет не быстрый кусок работы, но он интересный. Интересный. И еще меня захватила, саму захватила информация, когда мы начали опять лазить по шизушной информации. Мы же давно этим не занимались, мы настолько влечены были здоровьем людей, то есть эти бесконечные заявки, эти бесконечные работы, чаты и так далее, ведение курса, обучающие программы, то есть что вот в этом всем уже возникла рутина. Стало очевидным вдруг, что есть информация, которая нам просто безумно может быть интересной и полезной. То есть мы когда-то как ушли мы, вот опять-таки как ушли мы от эмоций и ощущений, и пришли к ним, и пришли к ним, поняли, что без них создание невозможно, и что их придется очень подробно исследовать, изучить и разложить, дабы можно было осознать, так и здесь вот та шизушная сумасшедшая информация, над которой мы ржали на клубах, мы снова к ней возвращаемся, потому что она заиграла другими красками, потому что из нее можно теперь извлекать с этим опытом можно извлекать нужную информацию для работы. То есть невозможно от чего-то отказаться, оно всегда, то есть смотри, отказаться ты не можешь до тех пор, пока не осознаешь, не выведешь благодарность. Опять-таки благодаря этой информации мы открыли инфодайинг, мы пришли, и поэтому в какой-то момент ее обесценив, мы сейчас возвращаемся к тому, что мы из нее опять извлекаем полезные уроки. И смотри, вот эти корректирующие занятия, казалось бы, мы же в шизу ходили, а тут хобана, мы уже даже наработки на корректирующие занятия понаходили. То есть все, что связано с медициной, это удивительно, и ты смотришь, какие влияния пошли на твое тело в детском возрасте, и ты понимаешь, что тебе они не нужны, и более того, что имеет смысл научить людей работать с аналогичными историями, потому что сколько людей спрашивают, как убрать влияние медпрепарата. Ну вот, приходите и учитесь. То есть все равно это идет через психику, все равно это у нас есть в памяти, и в момент здесь и сейчас это приходит через память. Значит, надо с этим что-то сделать, и если вы будете с этим воевать, то вы не будете иметь результата, вы будете играть в войну. А надо эту войну убрать, и убрать именно из психики. И тогда физика так или иначе перестроится, и будет по-другому реагировать. Но клубное занятие, конечно, открыли горизонт. Мне стало интересно. Интересно очень. И интересно было сравнивать информацию. Вот именно когда ты понимаешь, что она одинаковая, где-то здесь кусок, где-то здесь и одинаково, ведь люди не слышали. Ну вот смотри, тут получилось, что Александра Ша прокачанный юзер такой, она же медитациями занимается, она Александра медитейшн, а Вова, он тоже прокачанный юзер, но он с нами тренировался. И смотри, как они шли ноздря в настрюм плотненько. Это было круто. Это было круто. А на этот клуб захотелось разбежку вообще сделать. Да. И вот на этот клуб интересно будет, тоже очень интересно. А я позвонила Оле Меньшковой, она дала согласие. И Света дала согласие. Света никогда с нами не тренировалась. Нет, вообще вот это очень интересно. А Оля даже работала с людьми. Да, да. То есть Оля консультации вела. Этот клуб ожидает быть неожиданным вообще. Да, мы будем смотреть непредсказуемым вообще, как поведет человек от храпа до взрыва истеричного. Тут ты не знаешь, как человек проявит себя. Да, очень интересно. Шоу только начинает. и это уже весело на самом деле. Мне уже нравится. Ну и темы на этот клуб шизушные. Да. А самое главное, что все, кто придут на клуб, могут параллельно ведь грузиться и точно так же брать информацию. Точно так же и видеть, где, в какую степень. И потом же они с нашим эталоном сравнивают. А что мы достали? Мы-то тоже готовимся к клубу, достаем информацию по всем этим шизушным темам сами. Но интересный еще один момент. Пока вот на клуб я предлагаю взять тему. Во-первых, первую тему с искусственным интеллектом с Илоном Маском. Это то, что нам предложили с американского континента, потому что там есть опасения, что вот эта тема, которая сейчас раскручивается, эта платформа, которая раскручивается, не кажется ли это МММ? Ну, как российский вариант МММ. Интересно посмотреть, потому что, скажем так, на наших просторах я такой информации не встречала. Возможно, это только информация для американцев. Да, это запрос американцев, и посмотрим, насколько он реален. Ну, и вообще, тема Илона Маска для многих может стать открытием, потому что ты не знаешь, с какого ракурса пойдет информация. Может вообще быть зацеплена так, что ты просто не ожидал. Вот. Это один момент. Второй момент. Нам по-прежнему надо тренироваться на людях. То есть, одно дело просто взять информацию, а другое дело, когда ты смотришь и исследуешь, что происходит в психике человека. И вот здесь уже надо будет брать персонажа какого-то, и ты знаешь, наверное, все-таки все, что у нас есть персонажи, которые любят инопланетян, вот за одной инопланетян. То есть, мы соединим персонажа с инопланетянами. То есть, коль ему настолько они интересны, и они сыграли большую роль в его жизни, значит, можно посмотреть и то, и другое. Ну, во-первых, а были ли инопланетяне, да, и насколько, какую роль они сыграли, и как психика, откуда-то что она их взяла, спродуцировала, сделала реальными и так далее. То есть, это интересно. И третий вопрос пока остается открытым. Тут у нас набросаны вопросы, вон, целый перечень того, что можно взять третьим вопросом, но я бы хотела, чтобы люди под этим роликом оставили вопросы, которые интересны были бы вот к изучению на клубе. Как тренировочные. С одной стороны, это не просто удовлетворение и любопытство. Эти вопросы могут быть полезны для вас, вот как с тем же самым МММ, да, новым. А может, это не МММ, может, это очень даже выгодное вложение, где можно очень быстро разбогатеть, да, кто его знает. Целая же платформа вроде как, а есть ли платформа? Ну, не знаю, у нас вообще по этой теме информации нету. Вот, есть только заданные вопросы. И, возможно, есть такие же интересные вопросы, опять-таки, по болезням, еще почему-то. То есть, если есть вопросы интересные, присылайте. Пишите под этим видео. Под этим видео, под этим роликом, пишите, а мы посмотрим, какие-то нас зацепят, а может быть, и много каких зацепят. И будем на клубе. Возможно, из каких-то мы извлечем и пользу, как мы извлекли вот из исследования того же заболевания. На первом клубе у нас исследовалось заболевание ОСПА. И там очень интересная тема. Даже на корректирующее занятие потянуло. То есть, возможно, будут и такие моменты. Ну, кто его знает? Вообще, психика человека невероятно интересна. И те вещи, которые кажутся простыми, они иногда оказываются очень завуалированными и сложными. Но есть еще вещи, которые мне интересны. Это нормы. То, что человек считает нормой. Потому что если пристально посмотреть на эти нормы, то оказывается, что это норма безумия. И вот это безумие исследовать, изучать очень не просто интересно, а нужно это выгодно изучить и закрыть эти темы. Это выгодно с точки зрения здоровья, безопасности, долголетия и так далее. и нормы меняются. Как и законодательство. Да. И как эти нормы втекают, как они сначала норма... Втекают по окну Вертона. Нормальная психотехническая база. Норма то, это, допустим, а противоположность это сумасшествие. А потом каким-то образом это наоборот. И вот уже сумасшествие становится нормой. То, что было вчера, вы что, больной? Сегодня как? Вы этого не знали? Точно, да. Вчера фу-фу-фу, уходите отсюда. Сегодня ой, добро, пожалуйста. Это модно, это еще что-то. Интересная тема нормы. Эта тема тянет очень большие темы, очень стрёмные темы. Например, нормы медицинские. Это же тянет сразу за собой огромные бизнесы. Нормы религиозные. Это тоже тянет бизнесы. Мне даже эти темы интересны. Знаешь, с какой стороны? Когда мы направляем внимание в какую-то тему, вот просто направляем внимание и вносим туда информацию, любовь, благодарность, ну, такую солнечную, радостную. Мы просто уделили этому внимание, положили свой глаз, ну, и в конце, уходя там из очередного погружения, оставляешь свой след и оставляешь информацию. Давайте раскроем эту тему глубинно, с другой стороны. Проходит неделя, и вдруг ты встречаешь эту же информацию с другой стороны и берет смех, потому что вдруг оказывается, что на этом совершались целые преступления, и это было полное безумие. Кстати, по патентам, помнишь, на курсе тренировочку закинули, да? Ролик, что я тебе прислала, видела? Я хохотала вообще, думаю, блин, как информация работает. Тут с другой стороны реальность раскрывает и говорит, а вот смотри, как это создавалось и для чего. Смотри, кем это все управляется и как здесь искажаются и кривят зеркала. Интересно? Это все очень интересно. Поэтому уделить внимание какой-нибудь такой емкой теме вот интересной, действительно интересной, чтобы изнутри прям перло от того, что вау, я туда залезу, распотрошу и оставлю там своим сознанием какой-нибудь нежданчик для того, чтобы эта информация распаковалась и, знаете, это как нарыв вскрыть. Вот он был нарыв такой, да? А тут ты его проколол и смотришь, как он вытекает. Вместо слепого принятия ты просто вносишь свое здоровое внимание. Солнышко. Там, где мы, там и солнце. И потом смотришь, как меняется все. И потом смотришь, как солнышко светит в твои окна и ты видишь, как меняется жизнь и она становится более чистой, более искренней, открытой. Мы ведь давно уже привыкли просто слепо принимать, а самим создавать запрет. Даже туда не ходи, это сумасшествие. Ну, почему нет? Да? Да ведь даже интересно. Не то слово интересно. то есть залезть в какие-то такие тематики, это я вот даже могу пробежаться по темам, что у нас набросаны, да? Ну, ладно, убийство Кеннеди, там, 11 сентября, стена плача. Тут люди пошли, бермуды, пирамиды, остров Пасхи, история Иисуса. Почему нет? А как появилась эпидемия, кто будет президентом США, как работают, опять нельзя произносить слов, геоглифы наске, мумии, болот Германии и так далее. Это наброски такие, там еще много, там еще вторая страница. Но из этих тем на самом деле вот даже мы сидим, выбираем, это то, что нам уже присылали вопросов, мы сидим и выбираем периодически и смотрим, что интереснее, что неинтереснее. Ну вот мне очень нравятся живые темы. Я считаю, эти темы уже полумертвые, такие полудухлые. А вот например, с Иланом Маском это живая тема. Да, если вот есть такие живые темы, такие трепещущие темы. А тем, да, то они пишите такие. Пишите, да. Но вот темы как как это там вселенная, что-то, галактика, что-то было. Когда нету сути в вопросе, тогда как ты можешь быть в смысле, когда нету вопроса. Тогда очень тяжело там какие-то такие, ну, вселенная, ну, галактика. Хотя, может, это мы с тобой нивелируем это? А что это, а что вот? Ну, макро, может, даст микро. Ну, а может быть, действительно, попробовать, почему нет? Это мы так отбрасываем, потому что, кажется, ну, а толку что? Ну, что? А с другой стороны, может быть, как раз-таки суть и достанем. Там, где нет вопроса суть. где нету, Достать суть. Может быть. Главное, чтобы это было интересно, и чтобы было желание двигаться дальше. Но, видишь, двигаться дальше, я настолько прагматичный человек, то есть, я очень высоко ценю свое время. И если мы уделяем какому-то вопросу внимания, он должен быть полезен. Но тут он полезен априори, потому что это тренировка. А с другой стороны, если получается из вопроса еще выжить либо психотехническую базу, либо принести пользу людям в плане здоровья, ну, в первую очередь себе, в отражении людям, да, то есть, либо-либо-либо, вот, когда удачные такие заходы у нас, знаешь, это как невод забросить с рыбкой, чтобы он пришел. Вот это вот это классно, это да. Я такие погружения вообще очень круто ценила, понимаю, что это очень классное погружение. И ты знаешь, я все-таки еще за то, чтобы темы были ближе к телу. чем ближе мы к телу, тем полезнее погружение. Вот пока у нас, например, нету здесь таких плотных тем, связанных, например, с конкретными заболеваниями. А ведь у нас есть очень хорошие наработки по тем же самым инфарктам, инсультам, онкологии, и так далее, там целый перечень. И здесь можно подходить не через конкретного человека, а через суть заболевания. То есть мы тогда будем видеть стержень заболевания. Вот как вчера на курсе эмоций, ведь благодаря раскладке вот такой подробной эмоций, то, что мы вчера разложили с двух восприятий, мы же полностью разложили, как работает черная и белая магия. То есть по сути дела именно все, что касается магии, вчера стало очевидным. И человек потом в следующий раз он уже будет не будет заморачиваться вот это Чучундра мне там что-то сказала. Нет, он увидит суть. Вот это сейчас об этом, об этом и об этом. И вот сейчас происходит такой процесс в психике. Все. И ты можешь этот процесс перекрыть, а можешь оставить. Но это все благодаря одному курсу. А это очевидно. Сегодня благодаря другому курсу развернется еще одна грань. То есть связанная конкретно с работой смерти. но это следующий шаг. И благодаря этим двум курсам становится очевидно, что создание реальности невозможно без эмоций и ощущений. мы зашли с другой стороны. Мы об этом все время и говорили. Но сейчас мы зашли с конкретной стороны. Так мы говорили о том, что вот фильм создается там на той съемочной площадке. А сейчас мы конкретно вот сидит режиссер и это ты. И вот артист и это ты. И ты сейчас пишешь сценарий и сразу же снимаешь. Вопрос, что ты будешь писать и снимать в моменте здесь и сейчас? и что у тебя отснято на жизни? Давай возьмем и поменяем то, что отснято на то, что ты отснимешь прямо сейчас. Все просто. Просто это совсем другое восприятие.